Так, господа, ну и самое важное, самое интересное, ради чего мы вообще здесь собрались. Сборка второго компьютера. Объясняю, я решил установить второй компьютер здесь на кухне, для того, чтобы делать кукинг-стримы без ограничений, чтобы мне не нужно было перетаскивать всегда компьютер из комнаты, и чтобы можно было какие-нибудь видео смотреть или фильмы во время еды на кухне. Мы вообще для этого использовали ноутбук. Вот, вы видите, тут ноутбук стоит. Это ноутбук Милены, но он очень-очень медленный. На нем старая замусоренная операционная система, да и в целом он непроизводительный. Там слабые комплектующие, поэтому пригодится здесь компьютер больше, чем этот ноутбук. У Милены оказался свободный монитор, она мне его дала. Я его проверил, подключил, он работает. Вот видите, пикает. Так, значит, Миленен старый квадратный монитор. Дальше, моя старая клавиатура, моя старая мышка. Это все то, чем я пользовался раньше, с самого начала, до того, как ставил донатные сборы на стримах и покупал новые девайсы. Если что, обзоры на все мои новые девайсы есть у меня на канале, можете посмотреть. И на мой новый компьютер, и на мою новую клавиатуру, и на мою новую мышь. На все были обзоры, если интересно, можете смотреть. Это все старенькое. И компьютер, да, старенький компьютер, который мне прислал мой друг Кодекс из Германии. На него тоже был отдельный видеообзор на моем канале. Все ссылки на перечисленные видео я оставлю в описании к этому ролику. И, собственно, компьютер Кодекса остался полностью в неизмененном виде. Я отсюда вытащил только лишь видеокарту и жесткий диск. Это все перешло в мой новый компьютер. Остальное осталось тут, а именно блок питания, материнская плата, оперативная память, процессор, охлаждение и корпус. Это все осталось здесь. Очень удобно будет, когда я куплю новую видеокарту в свой основной компьютер. Я свою GTX 750 Ti 2 ГБ переставлю в этот компьютер. И она здесь отлично впишется и по характеристикам, и по размеру, и по энергопотреблению. Она просто отлично сюда войдет, в этот вот компьютерчик для маленьких кухонных стримов без нагрузки. В моих планах стримить на этом компьютере только джастчаттинг с разрешением 1080p 30 кадров в секунду. Рендеринг будет, конечно же, через процессор, потому что видеокарты здесь в принципе нет. И пока что, как вы поняли, не будет. Я надеюсь, что мощностей этого процессора, а я напомню, здесь Intel Core i7-4-770K, хватит для того, чтобы потянуть такой стрим в таком разрешении. Ну и звуковые команды. Чтобы он тянул стрим и звуковые команды. Я думаю, этот процессор должен справиться. Я прикупил на Авито за 200 рублей, что ли, вот такой вот жесткий диск, очень старый, Seagate на 500 ГБ. Я его еще не проверял, купил я его месяца два назад, и так до сих пор руки не дошли, чтобы его проверить и установить на него систему. Я планирую использовать этот жесткий диск в этом компьютере. Самое дешевое решение. Сейчас посмотрел на Авито в истории. Этот жесткий диск я купил за 400 рублей. 400 рублей, надеюсь, что он будет работать. Жесткие диски, конечно, покупать бэушные, это опасное дело. Но я надеюсь, что продавец меня не обманул. Он сказал, что он рабочий. Ну, посмотрим. Итак, что у меня еще сегодня здесь есть? Я купил термопасту на Озоне. Вот смотрите, вот такая термопаста называется GD900. Довольно большой объем. Я не помню, сколько она стоила. Ну, что-то около 70 рублей. Ну, совсем немножко. Термогреасия. 22 год, 12 месяц, 10 число. То есть 10 декабря. Я надеюсь, что это дата изготовления, а не срок, до какого ее нужно использовать. Почему вообще мне понадобится новая термопаста? Дело в том, что этот компьютер я разбирал для того, чтобы его продать. И после сборки термопаста там всяко-разно размазалась. Она перестала быть красиво размазанной по термораспределительной крышке процессора. И я решил ее обновить. Я снимал процессор, потому что в прошлый раз я нанес термопасту очень неаккуратно. И она вся размазалась по сокету. Я хотел очистить сокет и целиком вынул процессор. Это была огромная ошибка. Объясняю, почему вынимать процессор было огромной ошибкой. Я раньше никогда не имел дел с процессорами и сокетами Intel. Здесь очень легко погнуть ножки. Я взял туалетную бумагу и начал счищать вот отсюда, вот с этой крышечки термопасту. Вот отсюда, вот с этих мест. С процессора, вот отсюда. Но термопаста она как бы взяла и протекла вон туда уже на зеленую плату. То есть на текстолит. Поэтому я решил открыть вот эту вот крышечку, вынуть процессор. И туалетной бумагой почистить все вокруг уже без процессора. В процессе чистки от бумаги начали отделяться какие-то маленькие волокна. И, ну, вы знаете, туалетная бумага, она же волокнистая. И эти волокна начали падать именно туда, где находятся уже ножки сокета. И, собственно, я решил эту туалетную бумагу вычистить с помощью зубной щетки. Взял зубную щетку, начал вычищать оттуда волокна туалетной бумаги нападавшие. И зубной щеткой погнул ножки, которые там находятся внизу. Ну, вы знаете, как это выглядит. Я вам вставлю сейчас на монтаже. Было бы, конечно, прикольно, наглядно, если бы я заснял весь этот процесс. Я посмотрел видеоролики на ютубе. Что делать, если погнул ножки сокета? И там было сказано, что нужно чем-то очень тоненьким иголочкой попытаться их аккуратно выправить. Я решил сделать это вот этим ножом. Я взял вот этот черный нож. Вот этот вот довольно тоненький такой нож. С помощью него аккуратно-аккуратно выправлял ножки прямо там в сокете, светя телефоном, чтобы видеть все хорошо. И знаете, все получилось. Я взял просто-напросто процессор, установил обратно после этих процедур. Установил охлаждение без термопасты, чтобы ничего не случилось. И проверил, зайдет ли в BIOS этот компьютер. В BIOS зашло, процессор определился, он его увидел. Я решил, что все в порядке. В общем, проверим, продолжит ли работать этот процессор на этой материнской плате. Если Windows установится хорошо, то значит я ничего не испортил. Мне очень жаль, что я не заснял весь этот процесс. Как я стирал термопасту, как я выправлял ножки вот этим ножом. Было бы очень интересно. И как я паниковал. Я думал, что я испортил к чертовой матери свою материнскую плату. Кстати, про Windows. Вот у меня здесь моя личная 8-гигабайтная флешка. На ней уже находится установочник Windows 10. Вы спросите, почему Windows 10, если я так люблю Windows 7? Дело в том, что Windows 7 я устанавливаю обычно с диска, а у меня дисковод установлен в моем новом компьютере. Мне это переставлять все очень лень. А Windows 7 с флешки установить, по-моему, очень тяжело. Я как-то пробовал установить Windows 7 с флешки, у меня вообще ничего не получалось. Просто установлю Windows 10, потому что на этом компьютере мне не придется играть в Half-Life. Какая разница? Типа Windows 10 для простых стримов, кукинг, джестчаттинг прекрасно подойдет. Я не хочу усложнять себе эту жизнь. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы сейчас с нанесения термопасты и установки охлаждения. GD-900, с ней, кстати, сразу шла вот такая лопатка. Довольно приятно. Сразу шла лопаточка. Блин, почистить бы еще немножко. Взял немного туалетной бумажки и решил еще раз протереть. Что-то вижу какое-то пятно на процессоре. Если бы у меня была водка или коньяк, или что-то вот такое спиртовое, я бы, конечно, обезжирил, протер вот чем-то получше. Но у меня нет абсолютно никакого алкоголя крепкого дома. Поэтому я просто протру сухой, сухой туалетной бумажкой и все. Ну, вроде пятно исчезло. И прямо здесь буду наносить прямо из шприца, немножечко пасты. Главное не переборщить, как известно. Ее здесь довольно много. Пасты здесь реально много. Шприц удобный. В него можно обратно всосать эту пасту, которая вылезла, и закрыть. Хорошая вещь. Я думаю, мне она будет пригождаться еще много раз. Пальцем или лопаткой? Мне обычно всегда пальцем больше нравится. Давайте пальцем. Густая паста, кстати. Такая очень густая. Пока размазываю, расскажу. Если что, оперативная память уже установлена. Блок питания уже установлен. Все подключено. Вентилятор подключен. Подключена даже помпа. Если что, здесь стоит система водяного охлаждения. Asus Asetec 510LC. Ну, в общем, помпа плюс вентилятор такой здоровый. Ну, вы его видите сейчас в кадре даже. В этом компьютере мне вообще пофиг. На качество пасты, на качество размазывания. В этом компьютере мне, вот если честно, пофиг абсолютно на все. Ну вот, вроде нормально. Наверное, этого слоя будет достаточно. Собственно, все. Смотрим. Вот так выглядит поверхность. Нифига, тут какие-то царапины. Вроде бы эти царапины не я поставил. Так, надеваем крепежик. Защелкиваем, как получится. И устанавливаем. Прямо здесь. Кстати, надо хоть компьютер-то от питания. Питание-то надо отключить. О, я со включенным питанием это все делал. Это, конечно, тупо было. Не стоит так делать никогда. Совмещаем. Так. Надо первую хоть прихватить. Закручиваю в бэкплейт. Теперь противоположную. Теперь закручиваем вот эту, правую. Теперь левую. Левую затягиваем. Правую. Эту можно. Теперь вот эту, крест-накрест. Охлаждение установлено. Все нормально получилось. Охлаждение встало. Термопаста. Надеюсь, размазалось. Дальше устанавливаем жесткий диск. Жесткий диск у нас стоит вот в таком виде. То есть, как бы вертикально. Если мы системный блок поставим на ножки. Ну, на так называемые ножки. Тут ножек-то нет. Тут вместо ножек вот такие штуки. Жесткий диск окажется вот в таком положении. Вертикально. Мы сейчас его вот сюда, вот к этой штучке, прикрутим. Вот в таком виде. Традиционно. Накручиваем немножко. Так. Следующая. Раз, два, три. И последняя. Так. Немножко подзакручу. Затягивать не буду. Затягивать не буду. Немножко подзакручу. Все, готово. Так. Следующий пункт. Подключение жесткого диска. Беру офигенный SATA кабель, который мне достался вместе с моей новой материнской платой. Обзор на которую вы можете увидеть на моем канале. Обзор на мой новый компьютер. Ссылка будет сейчас в подсказках. И подключаю жесткий диск. Щелк. И сюда. Отлично. Осталось питание. Питание жесткого диска. Здесь оно у нас. Питание жесткого диска подключено. Я все стоял и думал, что же мне осталось. Да, вроде бы получается ничего. Нужно просто подключить питание. Нажать кнопку пуск. И можно пробовать. Давайте попробуем включить. Увидим. Ну, блессернг. Так. Кнопочка засветилась. Видите? Светится синим. Что-то он со второго раза только стартует. Пищит. Не может запуститься. Что-то не то. Ладно, выключаю как. Не понимаю, в чем дело. Выключаю. Что-то пошло не так, господа. Так, дело не в жестком диске. Я отключил жесткий диск. Все равно не стартует. Не понимаю, в чем дело. Все, что я сделал, это нанес термопасту и закрепил кулер. Не мог ли я что-то сломать, пока закручивал кулер? Дело в том, что до нанесения термопасты и установки кулера все запускалось как надо. То есть я мог зайти в биос, было изображение на экране. Все было хорошо. Немножко открутил кулер. О, появилось. Появилось изображение. Немножко кулер открутил. Дьявол. Вы поняли, что случилось? Я слишком сильно затянул кулер. Это там какие-то контакты нарушились. Может быть это как раз из-за того, что я ножки погнул и контакт нарушается с процессором. Вау. Все работает. Начало установки. Все работает. Итак, я снова затянул кулер. Я снова подключил жесткий диск и снова установил компьютер вертикально. Смотрим. О, все, теперь нормально. Итак, жесткий диск на самом деле определился. 465,8 гигабайт. Все действительно правдиво, но он хрустит. То есть вот в системном блоке даже не кулер громче всех шумит, а вот этот жесткий диск. Он, видимо, на самом деле протухший. Но я не планирую хранить никаких важных данных на этом компьютере. Никаких важных файлов. Только операционная система и OBS. Если это все крякнется, то я не буду расстраиваться. Мне нечего здесь бэкапить. Я ничего не потеряю. Это вот чисто такой компьютер на разок. Я вот вижу, что его уже форматировали. Его форматировал, видимо, хозяин. Перед тем, как мне отдать. Ну, о, сразу пошла установка. Ну, пошли. Послушайте, как хрустит этот жесткий диск. Блин, перфоратор мешает. Установка была достаточно долгой, а жесткий диск хрустел просто нереально. Он продолжает хрустеть. Вообще хрустит. Нагрелся? Ну, нагрелся не очень сильно. Ну, не то чтобы очень. Ну, просто теплый. Так, что происходит? Синий? Синий экран смерти? Синий экран, подождите. Я не знаю. Я надеюсь, что так долго он устанавливается не из-за жесткого диска. Мне кажется, жесткий диск в этой системе это самое слабое звено. Хотя тут больше звеньев-то нету. Ну, оперативная память хорошая. Samsung 1600 МГц. Давайте подключим вас к сети. Для завершения настройки необходимо подключиться к интернету. Что интересно, интернет у меня уже есть. Вот видно кабель интернетовский. Вот интернетовский кабель уже выведен на кухню. Это 10-метровый патч-корд, так называемый. То есть 10-метровый кабель интернета. Он идет вот отсюда вот с кухни. Вот сюда. Вот здесь вот за дверью проходит. Вот он выходит. Потом он идет, идет, идет дальше. Давайте я вам покажу. Это я сразу, как сюда переехал, подготовился, купил. Потому что я знал, что хочу установить второй компьютер для кукинг-стримов на кухне. Вот он идет, идет, идет сюда. И он идет сюда, к моему основному компьютеру, прямо к роутеру. И вставляется в роутер. Вот видите. Вот роутер. От него отходит один провод. Вот сюда, в основной компьютер. И один идет 10-метровый, вот так вот на кухню. Роутер вот, видите. Вот провод идет. Проходит вот здесь, вот здесь под шторой. Под шторой. И, собственно, отправляется вот сюда. Вот в такую вот штукенцию. Вот отсюда в этой квартире выходит интернет. То есть, вот такая вот типа розетка для интернета. Я такое впервые вижу. Обычно идет интернетовский кабель из подъезда. Здесь же интернетовский кабель из подъезда где-то подключается в стену. И выходит из вот такой розетки. Беру этот кабель. Посмотрим, что будет. Пока что просто вставляю. Опа, щелк. О, сеть подключено. Поехали. Сеть подключено. Ну, давай. Что предложит? Теперь нам необходимо установить важные элементы. Я понял. Еще три часа ждать. Привет. Выполняется подготовка для вас. Установка Windows 10. Что-то очень долго уж идет. Я не знаю, минут 40, наверное, я сижу уже. Вот так вот. Ухо. Да ну нафиг. Компьютер. Работает. Как меня юзера зовут? Меня зовут юзер. Мне надо, чтобы меня звали InVive. Потому что, если я установлю программу для звуковых команд Streamlabs Chatbot, то он не сможет найти базу данных с моими звуковыми командами. Там путь указан к каждой команде C, InVive и потом путь. Раньше, для того, чтобы у меня появился интернет на компьютере, мне нужно было устанавливать драйвера на сетевую карту. Сейчас же на Windows 10 это произошло само. Нужно отключить все функции безопасности Windows. Все защитники дроченые. Все всякие брендмауэры. Все обновления автоматические. Никаких обновлений не надо. Ничего. Где это отключать? Защита в реальном времени? Нет. Облачная защита? Нет. Автоматическая отправка? Нет. Ничего не надо. Все отключить к чертовой матери. Говно. Брандмауэр, нет. Брандмауэр, нет. Брандмауэр, нет. Пошел в попу. Обновление потом отключу. Знаете, что мне сейчас хочется сделать больше всего? Скачать кристалл диск. Смотрим. Состояние тревога. 45 градусов. Тревога, господа. Тревога. Что именно тревога? Переназначенные сектора. Текущие 100, наихудший 100, порог 36. Что это значит? Число включений. 2206 раз. Общее время работы 6000 часов. Довольно много, правда? 6000 часов. Это сколько дней? 250 дней непрерывной работы. Слушай, не так уж и много. Давайте посмотрим на скорость, запись и чтение для этого жесткого диска. Так, решил посмотреть, сколько должно быть в норме вот здесь вот значения для жесткого диска. Для первого теста в отношении жесткого диска нормально следует считать скорость 150-130. У меня 79-76. Для тестов 4К считается норма 1, 1,1. Ну вот тут 1,1,1 есть. Первый тест плохо пройден, второй тест хорошо пройден. Ну ладно, более-менее, я думаю, можно пользоваться, можно жить. Так, все. Устанавливаю OBS. Устанавливаю OBS и последняя проверка. Я решил также еще установить с моего съемного жесткого диска, это вот WD, ну то есть съемный SSD, да. Большая флешка на 1 терабайт. Я решил с нее также установить драйвера для этого компьютера, а именно хочу установить драйвер на встроенное в процессор видеоядро Intel HD Graphics. Да, видишь? Intel Graphics Installer. Хочу также еще зайти, опять же, к свойству компьютера. Диспетчер устройств. Как найти диспетчер устройств? А, во-во-во. Диспетчер устройств, нашел. Посмотрим, есть ли какие-то неустановленные драйвера. О, так тут ни черта не установлено. PCI Controller Simple Communications. Не установлено. Дальше. SM Controller SIN. Шина не установлена. Звуковое устройство, я не знаю, веб-камера, кстати, установилась. Быстренько установим драйвера. Так, быстренько начнем с графический. Графический, да, да, да. Sint-up is not complete. Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения. Что за ложь? Это для этого компьютера Intel HD Graphics. Алло. Windows 10. Это для старых... А, ну да, это... Это же был для старых Windows, я идиот. Эти же драйвера были для Windows 7, а это же 10. Пятый. Господи, я совсем дурак. Мне нужно все драйвера заново скачивать. Да, я хочу перезагрузить компьютер. Давай. Появился значок HD Graphics Intel. 1024-768. Да, нельзя. Это дело в экране. Монитор маленький, но, слава богу, мне больше и не нужен. Здесь... Как же лагает... Вау, это такое говно. Я и забыл, что компьютер может так плохо работать. Он работает так плохо из-за того, что я просто отвык сидеть на таком старом процессоре, слабеньком. Либо он лагает из-за жесткого диска, либо он лагает из-за Windows 10. Я даже не могу понять. Так, быстро тест стрима, быстро. Так, OBS. Захват видео. О, отлично. Быстро. И сразу начать трансляцию. Просто сразу. Стримлю на свой второй канал. 1080p разрешение. Работает. Да. 1080p разрешение. Все, видите? Вот и стрим пошел на Twitch. Все. Да, все. Можно стримить кукинг без проблем. Все. Определено. Проверено. Все. Тест. Тест реализован. Можно стримить. CPU загружен всего лишь на 24%. Все работает. Все. Я здесь. Теперь я здесь, господа. Теперь я здесь навсегда. Даже не нужно драйвера установить. Ну, ладно, драйвера потом установлю. Все работает. А, собственно, к этому компьютеру больших требований у меня и нет. С помощью редактора реестра я поменяю имя юзера на InVive, чтобы можно было использовать базу данных моих звуковых команд прямо на этом компьютере. Чтобы стрим был полноценный и все. И этот стрим будет с этого компьютера ничем не отличить от моего стрима с того компьютера. Идеально. Windows 10. Говно, конечно. Опять брендмауэр. Идешь нахрен брендмауэр. Когда я уже все здесь приберу, я подсниму еще маленький фрагментик, покажу, как все будет в итоге стоять. У тебя на работе авраун. У тебя какой-то жизненный стресс. Что этот стресс? Как тот самый холод, голод. К чему он? Внутренней мобилизации. Мобилизации духа. Концентрации духа. Вы замечали, ребята, как круто, когда он закончил силу. И ты чувствуешь, что все, волна отошла. Ты можешь сесть и сказать, я преодолел. Вот это раскачка, стресс и потом отступит. Мы нуждаемся в этом. Так мы устроены, как люди. Ты не имеешь в виду новую задачу. Как вкусно. Ням-ням. Уважаемые дамы и господа, сейчас второй день настройки моего нового старта. Старого компьютера. Вам, наверное, сейчас интересно, что здесь происходит. Я объясню. В автоматическом режиме редактируется информация в реестре для того, чтобы не создалось проблем после переименования папки пользователя. То есть у меня папка пользователя, напоминаю, называлась User. Мне нужно, чтобы она называлась InVive. И в соответствии с гайдом, который я нашел в интернете, нужно поменять все значения в реестре, содержащие старое имя пользователя, на новое. Конечно же, вручную менять все эти значения, а их здесь несколько сотен. Я бы не хотел. У меня бы ушло на это несколько часов непрерывной смены. И поэтому я создал скрипт в программе AutoHotKey. Давайте сейчас попробую вам показать. Сейчас я вот этот вот скрипт нажимаю. Вот здесь AutoHotKey. Нажал пауза. Вот давайте откроем. Вот он, этот скрипт. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он выглядит очень просто. Здесь, собственно, эта программа управляет моей клавиатурой и прописывает новое имя пользователя вручную в реестре, просто повторяя одну и ту же последовательность действий 500 раз подряд. Оно делает, заходит в реестр, после чего удаляет текст, пишет InVive, мое новое имя пользователя, и снова нажимает поиск. Снова ищет старое имя пользователя, заходит, удаляет, пишет новое, сохраняет. И ждет одну тысячу миллисекунд. То есть одну секунду ждет для того, чтобы поиск успел пройти. Поняли, да? Когда все строки, когда все значения в реестре будут изменены, она продолжит выполнять все эти же действия, но без изменения значений в реестре. Вот, собственно, опять же, прожимаю вернуть скрипт. Опа. Захожу. Ой! 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 Ждем, пока он закончит. Не буду больше ничего трогать. Надеюсь, видно. Тестирую жесткий диск через программу Victoria HDD SSD. Итак, завершилось тестирование диска на скорость чтения. Очень занимательные результаты. Посмотрите, как много здесь, вот на этой схеме, медленно читающихся блоков. Они здесь выделены разным цветом. Это в самом конце тестирования. Посмотрите, в самом конце тестирования очень много серых блоков. Но, если я перемещусь в начало, посмотрите, чем выше я иду, тем меньше медленных блоков. В начале их почти не было. Но чем дальше шло тестирование, тем больше и больше их становилось. И в конце просто невероятно много их. Не знаю, что это значит. Значит, ну и ладно. Снизу у нас написано, вот здесь вот была в процессе тестирования одна предупреждение. То есть, вот он, один сектор читался до 3 секунд. А других секторов нет. Нету ни битых секторов, ни очень медленных. В основном все, ну, как бы нормально. И я хочу сказать, что тест вот этот проводил я уже во второй раз. А в первый раз у меня был один битый сектор. Вот этот вот, где было написано ERROR. Но он починился. Вот у меня, видите, настройки стоят починить. И теперь вот здесь вот, в этой информации про диск написано вот количество переназначенных секторов один. Вот был один битый сектор, который мы переназначили. Переназначили, все. Теперь здесь проблемы только ошибки передачи данных. Что еще я успел сделать? Установил программу Streamlabs Chatbot, но еще не перенес данные. Также установил драйвера, все, которые нужны. Захожу в диспетчер устройств. Все устройства теперь определяются правильно. Больше нет неопределенных устройств. Больше нету оранжевого восклицательного знака ни в одной строчке. Вот значит у нас OBS тоже еще не настроил. Но в целом подготовил компьютер полностью к работе. Папку пользователя удалось бескомпромиссно переименовать. Путь у нас Users, InVive, Desktop. Все полностью совпадает, как и на моей старой системе. И редактирование реестра прошло успешно. Все программы тоже не лагают. Что еще сделал очень важного? Отключил бренд Мауэр, отключил уведомления о том, что бренд Мауэр отключен. Отключил полностью обновления через редактор групповой политики. Вообще Windows 10 это невыносимая мука. Это такая гадость. Ничего нельзя сделать через настройки. Уведомления о том, что отключена защита, нельзя отключить. Автоматические обновления нельзя отключить. Скачку обновления нельзя отключить. Установку обновления нельзя отключить. Стандартными способами. Это все приходится делать только либо через командную строку, либо через редактор реестра, либо через редактор групповой политики. Я через групповую политику все по гайдам из интернета, все подключал. И вот теперь этим можно пользоваться. Установил программки. Осталось просто последние штрихи. В остальном все готово. Ну и собственно итоговое расположение. Вот так вот я, ну или мы, решили расположить компьютер, клавиатуру, монитор и все такое. Вот так вот в углу на столе он стоит. Мы уже смотрели фильм на этом мониторе. Достаточно удобно. Место, конечно, немножко компьютер своровал, но его все равно достаточно для того, чтобы здесь готовить или есть еду. Мы уже ели, все нормально. Компьютер будет стоять вот тут. Тут много свободного места. Как бы сюда хотелось бы поставить какую-то тумбочку, на самом деле, для того, чтобы перенести на нее монитор и клавиатуру. Но, к сожалению, тумбочки у нас нет. Покупать мы ее не планируем. Поэтому это будет стоять на столе, а компьютер на месте тумбочки вон там внизу. Ну, место, повторюсь еще раз, там достаточно. Ну и вот, собственно, веб-камера и все дела. Я думаю, именно в таком положении она и будет использоваться на стримах. Я думаю, что на этом видеоролик подходит к концу. Единственное, последнее, что я хотел бы сказать, это информацию для тех, кого, может быть, заинтересовал мой старый компьютер. Почему у него выпилен кусочек стенки и заклеен скотчем? Какая у него начинка? Какие комплектующие? Как это все собиралось? Как это все выглядело изначально? Для тех, кому интересна вся эта информация, ссылка в подсказках на видеоролик с обзором на этот компьютер. Видеоролик с полноценной сборкой, с историей о том, как выпиливалась вот эта вот часть. Также история о том, как на задней стенке располагалась по кастомному система жидкостного охлаждения, как я ее делал, это все было очень необычно и интересно. Вам это понравится. А также тесты этого компьютера в играх. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр. Ждите новых видео. Они выходят регулярно, как вы могли заметить. Пока.